Поскажите, пожалуйста, нам нужна темно-синего цвета форма. Сюда подойдите, тогда по мне я вам покажу. На мальчика вот. Пиджак, брюки? 11 лет. В вопросах, касающихся подготовки к школе, Кристина Бондаренко уже профессионал. Собирает сына на учебу не первый год. Знает места, где оптимальное соотношение цены и качества. А вот выбор одежды оставляет за ребенком. Мальчик любит выделиться, ему то нравится, то не нравится. И растет, постоянно приходится менять. А цены, ну немного возросли, я не скажу, то есть то, что сильно, в основном, в принципе, на том же уровне. По информации Крымстата, средняя стоимость набора для мальчика составит чуть больше 9,5 тысяч рублей. В него входят три рубашки, двое брюк, пара ботинок, летние туфли, джемпер и пять пар носков. Набор для девочек обойдется дороже – 12,5 тысяч рублей. На эту сумму можно купить три блузки, два платья, две юбки, пару ботинок, туфли, джемпер, три пары колготок и пять пар гольфов. Если сравнивать с началом августа прошлого года, то эти наборы где-то в среднем на 3,5% стали дороже. У родителей школьников есть возможность сэкономить и при этом приобрести форму современного качества. Такая школьная форма хорошего качества для девочки и для мальчика обойдется родителям в 5 тысяч рублей. Модели прошлого сезона включены в распродажу и стоят намного дешевле. Многодетные родители могут компенсировать часть затрат на школьную форму. В этом году оформить субсидию легче. Теперь не нужно предоставлять справку о доходах семьи и чеки на покупки. Компенсацию затрат на приобретение школьной формы предоставляется на детей, обучающихся в школе, лицее, гимназии и из многодетных семей. Обращаться нужно с 1 августа до 1 ноября в органы труда, соцзащиты по месту жительства или пребывания. Можно в офисы «Мои документы» и можно подать заявление через портал госуслуги 82 госуслуги Республики Крым. Для того, чтобы подать заявление на получение компенсации затрат на школьную форму, нужно при себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка до 14 лет, паспорт ребенка старше 14 лет, копию удостоверения многодетной семьи и реквизиты личного счета.